Мощные снегопады, метели и ледяные дожди до республики Коми не дойдут. Циклон с экзотическим названием Даниэла, который накануне обрушился на центральную часть России, переместился в северо-западный округ. Но наш регион стихия заденет лишь слегка, отметили синоптики. Ожидаются лишь резкое потепление и небольшой снегопад. Тем не менее дорожники Коми и Кировской области решили подстраховаться и усилили патрулирование на федеральной трассе Вятка. Виктория Палкина подробнее. В интернете все увидят, вся страна посмотрит. Пальцик, пальцик покажите. Вот, смотрите. До чего, сутки нас держали. 18 часов ужаса в снежном плену. Эти люди не забудут никогда. Трагедия на трассе Оренбург-Орск. Яркий и трагичный пример того, как беспощадно бывает стихия. В жуткую метель на дороге застряли 50 автомобилей и 84 человека. Один из водителей погиб на месте. Его тело в 20 метрах от трассы нашли лишь спустя два дня. Еще одна пострадавшая скончалась уже в больнице. В ту ночь она перенесла в машине инсульт. Больше 10 человек госпитализировали с обморожениями и переохлаждениями. Жители центральной части России тоже ощутили всю мощь метелей и ледяных дождей. Там бушевал атлантический циклон Даниэла, который затем переместился в северо-западную часть и сейчас накрывает Карелию с Архангельской областью. Свой скверный характер на территории Коми стихия не проявит, но ее влияние мы уже ощущаем. Резкое потепление и умеренные снегопады вынудили специализированные службы усилить меры безопасности. На трассе Вятка организовано круглосуточное патрулирование и дежурство дорожной техники. Во-первых, она все-таки федерального значения. Здесь наиболее высокое интенсивное движение по сравнению с другими дорогами республики. Такая ситуация, как в Орске, я думаю, у нас невозможна, потому что у нас все-таки лесной регион и большая часть автомобильной дороги с обеих сторон прикрыта лесом. Такие заносы, как в степях архангельских, у нас просто не происходят. В случае снегопада дорожники сразу же выезжают на место. Чистят ледяные отложения, приводят в порядок автобусной остановки знаки. Нередко приходится помогать и попавшим в беду автолюбителям. В прошлом году, например, мы доставали две подряд фуры в районе Ясного, привлекали три тяжелых самосвала и кран. Помогали водителям перегружать, весь груз их не вытаскивали, обратно загружали. Синоптики прогнозируют, влияние Даниэлы продлится недолго. В третьей декаде января снова ожидаются морозы. Впрочем, ничего хорошего для водителей холода тоже не сулят. В суровых северных условиях, особенно отправляясь в дальний путь, специалисты настаивают. Нужно всегда учитывать техническое состояние транспортных средств, проверять запас топлива и выбирать оптимальный маршрут с учетом погодных условий.